Опасная, но очень важная работа, особенно когда дело касается здоровья жителей города. В разгар зимы коммунальные службы переходят в режим нон-стоп, убирают снег и налить не только с улиц, но и с крыши карнизов. При работе на высоте важна не только сноровка и знания, но и безопасность самих работников, рассказывает мастер участка по адресу Старозагора Галина Макарова. Рабочий день начинается с самого утра. Ребята работают уже довольно-таки давно. Опыт работы в очистке и ремонт кровель у них идется уже давно. Поэтому ребята, знающие свой толк. Рабочий день начинается у нас с 8 часов утра. Приходят на планерочку, проходим инструктаж по технике безопасности, подписываем наряд допуска работы на высоте. Проверяем у них крепежи, оснастку, ремни безопасности. Все это мы проверяем. Безопасность работников, которые чистят крыши на высоте, на особом контроле. Процесс начинается на техническом этаже. Здесь на несущей балке фиксируют обязательные страховочные тросы. На корпусе уборщиков ремни безопасности, на голове – каски. Внизу, недалеко от дома, стоит мастер, контролирующий уборку и предупреждающий о приближении людей. Мальчишки, внимательно вход, выход из подъезда. Остановите работу. Это лишь часть правил, которые коммунальные службы и управляющие компании должны соблюдать, отправляя людей расчищать крыши и карнизы. Администрация города в очередной раз предупреждает работодателей о необходимости строгого соблюдения всех мер безопасности – от разрешения на работу на высоте у сотрудников служб до специальной экипировки. К работе на высоте не допускаются лица моложе 18 лет. Лица должны пройти обязательно обучение. Обучение по виду работы, обучение по работе на высоте. Провести с ними должно быть проведено инструктаж по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. Лица, естественно, должны быть допущены по медицинским показаниям к работе. В противном случае за невыполнение нормативов по охране труда предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей. В Самаре насчитывается порядка 7 тысяч скатных кровель. На сегодняшний день осталось очистить около четверти из них. Но после этого работа не останавливается. Коммунальные службы выходят на очистку по мере выпадения осадков. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.